На протяжении длительного периода в Республике Беларусь поддерживается оптимальный охват и профилактическими прививками. Более 97% среди детей, что обеспечивает предупреждение массового распространения возбудителей инфекционных заболеваний. Такой результат не может не радовать. И отрадно, что люди понимают, иммунизация – это процесс, благодаря которому человек приобретает иммунитет или становится невосприимчивым к инфекционной болезни. Но, к сожалению, есть и те, кто отвергает прививки. Существует проблема отказов от профилактических прививок. Наверное, это связано с тем, что родители доверяют в большей мере рассказам своих знакомых, которые прочитали что-то в интернете, либо сами родители доверяют недостоверной информации каких-то блогов, в связи с чем все-таки необоснованно отказываются от прививок к своему ребенку. Родители, отказываясь от профилактических прививок к своему ребенку, не понимают, какому риску они подвергают своих детей. Мы, конечно, проводим профилактическую работу, проводим беседы с родителями, проводятся беседы на приеме, на визитах на дом, на патронажах. Ведется активная работа для того, чтобы повышать прослойку вакцинированного населения и чтобы уровень коллективного иммунитета был высок. Плановая вакцинация, согласно национальному календарю профилактических прививок, проводится в определенные сроки жизни человека и включает вакцинацию против 12 инфекций. Вирусный гепатит B, туберкулез, коклюш, дифтерия, столбняк, пневмококовая инфекция, корь, краснуха, грипп и другие. Благодаря тому, что на территории нашего города поддерживается высокий охват профилактическими прививками, которые включены в национальный календарь, на территории нашей страны уже долгое время не регистрируется большинство данных заболеваний. Не регистрируется полиэмилит в нашей стране, дифтерия давно не регистрировалась и на низком уровне поддерживаются показатели заболеваемости других инфекций. Самое актуальное заболевание это у нас корь в последнее время. В нашей республике Беларусь регистрировались случаи, в том числе среди отказчиков. Самое тяжелое осложнение кори это подострый склерозирующий панэнцефалит. Из слова энцефалит это у нас поражение головного мозга, которое может возникнуть и через десятилетия вяло текущего процесса и в целом приводит к очень неблагоприятному исходу. Такие последствия уже должны быть стимулом для родителей не отказываться от иммунизации, ведь именно прививка может послужить тем самым защитным щитом от любой инфекции. Прививки я делаю всегда, вот четверо деток и слава богу, что нет никаких противопоказаний, что все мы по норме, все по календарю вакцин и вот сейчас нам годик будет и очередная наша прививочка. И я как мама, я спокойна и спокойно, ребята занимаются каратэ, ходят на секции, также отдыхают в лагерях и посещают английские языки, то есть ходят спокойно на дни рождения и я спокойна. Честно, за здоровье своих детей и только за, и конечно у каждой мамы есть свое мнение, кто делает и не делает, но мне кажется, что большинство все делают, это наша такая цепочка из живых организмов, где мы просто передаем друг другу и мы спокойны за своих деток. Сделав выбор в пользу вакцинации, родители вносят огромный вклад в защиту своих детей. Врачи предупреждают, что отказываясь от вакцинации, при этом доверяя необоснованным мифам о вреде и опасности прививок, вы подвергаете риску здоровья своего ребенка.